К нашему эфиру присоединяется военный эксперт Роман Светан, и мы сразу хотим сказать вам, не пугайтесь, все в порядке, но дело в том, что сейчас практически на всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги, и сработало оповещение об атаке с воздуха, поэтому мы переместились, сменили локацию, теперь мы в другой студии, здесь безопаснее, и вам предлагаем укрыться сейчас в безопасных местах. Роман Григорьевич, здравствуйте, вы в безопасности, все в порядке, можете с нами общаться? Да, точно, правило двух стен святое, так что все в порядке. Роман Григорьевич, опять почти по всем областям воздушная тревога, как думаете, какого плана она будет сегодня? Уже, кстати, сообщают о том, что атаковали лодыжескую ТЭЦ, два дрона Камикадзе. Сегодня стоит ожидать приблизительно того же, что было вчера, или будет какая-то другая история? Ну, я думаю, вчера это был пик того, что смогли сделать россияне. То есть, видно, была многоэшелонированная атака разноскоростными и разновысотными ракетами, включая и дроны Камикадзе. То есть, скорее всего, эта атака готовилась неделю, может быть, больше, дней 10, не меньше, так как были использованы сразу множественные носители и системы управления. Такие атаки готовятся довольно-таки долго. Еще раз повторить такого уровня атаку, я думаю, не смогут только через неделю, не раньше. То есть, есть цикл подготовки. Если только неделю-две назад не была поставлена изначальная задача, то есть, провести несколько волн атак сразу. То есть, они готовились, могли готовиться к нескольким волнам. Но такого уровня движения, если бы они готовились к нескольким волнам, такого уровня, как вчера было, то она была бы вчера вечером, скорее всего. То есть, на вторую смену. Но надо быть по-любому опасаться этих действий россиян. Естественно, после включения тревоги находить места, которые могут защитить от ударов. Могут повторить. Хотя реальность, конечно, намного меньше. То есть, вероятность того, что будет такого же уровня атака, намного меньше. Еще раз повторюсь, где-то через неделю они могут повторить. Но у них выходит все-таки, они вышли на режим неприкосновенного запаса. То есть, они вскрывают уже ракеты из НЗ, а это не может долго продолжаться. То есть, для выполнения какой-то одной функции они могут вскрывать НЗ и доставать ракеты, которых мы давно не видели с лета. А вот множественные атаки повторять вряд ли, так как они могут просто выбрать все количество ракет. И вся российская армия останется без ракет такого уровня. Дмитрий Григорьевич, вчера во время массированного обстрела украинской территории, украинских городов и населенных пунктов, ПВО украинские перехватили больше половины тех снарядов, которые летели убивать мирных украинских. Но все равно не 90%, да, скажем ли, не 85%. Чего не хватает для того, чтобы перехватывать большую часть или большинство ракет, или возможно там дойти до уровня перехвата практически всех ракет, которыми сегодня оккупанты обстреливают нас? Нам нужно эшелонировать нашу оборону. Она и сейчас эшелонирована, просто есть определенное и временное, и количественное соотношение тех ракет, которые идут и те, которые могут перехватываться. Тем более, когда идет массированная атака на разных эшелонах. То есть, еще раз повторюсь, это разноскоростные, разновысотные, разноплановые летательные аппараты, ракеты, которые заходят сразу одномоментно на, допустим, определенную охраняемую территорию. И система противовоздушной обороны, она просто по своим тактико-техническим данным не может обработать такое количество ракет одномоментно. Вот как это было вчера, или несколько раз было, в принципе, за полгода таких массированных атак. То есть, здесь рассчитываются, допустим, россиянами рассчитываются определенные алгоритмы движения ВОЛ, для того, чтобы нашу ПВО просто вывести на уровень, где она уже просто не может технически обрабатывать определенное движение ракет. Для того, чтобы нам хотя бы до 80-90% прикрыться, 100% гарантии нет нигде. То есть, ни одна страна не может на 100% уберечься от ракет. Но до 80-90% нам нужны, допустим, те иристы, которые нам сейчас обещают. Это ракеты, в принципе, малой дальности, но ту, которую нам дают, это ракета средней дальности. Немцы дают нам СЛМ, это до дальности 40 км и высоты 25 км. Это такого уровня ракеты. Нужны нам на САМС, естественно, тоже средней дальности, но там чуть другая ракета используется. И, естественно, Патриоты и ТААДы. Но это очень дорогие комплексы, они больше 2-3 миллиардов долларов стоят каждый. Патриоты нам бы закрыли большой дальности, то есть за сотни километров. А вот ТААДы – это чисто противоракетная система обороны. У нее дальность обнаружения до 1000 км ракет и дальность поражения 200 км. Но ТААД очень так же дорого стоит, и это штучные экземпляры, вряд ли нам дадут. Но, тем не менее, надо пробовать, предлагать нашим партнерам передать нам такую уронную технику. Да, такое ощущение вчера возникло, что только ленивый не пообещал Украине дополнительные системы ПВО. А какие реальные сроки поставок этого оборонительного вооружения украинской стороне? Как вы считаете? Допустим, дело в том, что поставить они могут, в принципе, и в течение месяца. Нужно обучить наших операторов и наших военнослужащих с ними обращаться. Это уже действительно время, это 2-3 месяца минимум работать на этих системах ПВО. Ну, допустим, по ИРИСТ и по НАСАМСу это можно побыстрее. То есть вот это движение сейчас, которое уже началось, оно уже идет с подготовленными операторами, с подготовленными людьми, которые могут эти системы обеспечивать. Поэтому движения ИРИСТ, ну, опять же, всего их дают нам вроде 4. Первая только сейчас будет заходить, это маловато. НАСАМС он уже стоит на боевом дежурстве. Оптимальный вариант, конечно, пробовать, просить наших партнеров, что нам передали именно НАСАМС. Во-первых, это система средней дальности. Дальность поражения 40 километров, это значит, по фронту 80. В принципе, нам, допустим, 10-2 этих систем хватило бы, чтобы периметр закрыть. Как минимум, от самолетовой ракеты, это по НАСАМСам. И они, в принципе, в природе существуют. Некоторые системы просто не существуют в природе для того, чтобы нам передать. Те же, кстати, патриоты, те же ТАДы, их надо еще производить. То есть свой комплекс никто не отдаст, а их надо еще производить. По патриотам, кстати, может быть движение, так как две системы патриот уже стоят в Польше. То есть, если будет решен вопрос с НАТО и с европейскими партнерами, то их можно просто передвинуть ближе или хотя бы в центр страны. То есть дотянуть до центра или, может быть, на левый берег. Для того, чтобы эти две системы прикрывали, они будут и Польшу прикрывать с одной стороны, и прикрывать будут украинские города. Это по патриотам. Но этого все равно недостаточно, так как надо единственная система. То есть нам нужны системы типа АВАКС. Это самолеты дальнего радиационного обнаружения и система перераспределения целей между зенитной ракетами и комплексами. Но оптимальный вариант, конечно, и все страны не идут по пути полного закрытия своего неба от ракет и самолетов. Продвинутые страны идут по пути уничтожения носителей ракет на территории врага. То есть нам нужны, с одной стороны, для прикрытия нашего неба, нам нужны ракеты типа томогавков. То есть это ракеты «Земля-Земля», которые будут уничтожать аэродромы, самолеты и пусковые шахты ракет на местах их базирования. Дальность этих ракет 2-2,5 тысячи километров. То есть как раз мы можем до Урала зачистить территорию от вражеских самолетов, ракет и носителей. Роман Григорьевич, с утра, с ночи атакуют расисты армии Российской Федерации, так называемую, Украину дронами. Вот Ладыжескую ОТС с двумя дронами «Камикадзе» атаковали. Над Одесской областью ПВО сбили три дрона «Камикадзе», также пять беспилотников сбили над Николаевщиной. То есть почему именно сейчас беспилотники пошли в ход там? Ракеты как-то перекомплектуются? Я же говорил о том, что с такого уровня атаки, как были вчера, они готовятся очень долго. То есть таким надо подготовиться, да? Да, это вот вчерашняя атака начала готовиться минимум неделю до ее, то есть в начале месяца. Есть определенные циклы подготовки, подготовки ракет, подготовки экипажей, расчета траектории полета. То есть это целый комплекс, причем, когда идет многоэшелонированная атака, и еще нужно между собой сочленить неиссоны. То следующую волну такого уровня не смогут подготовить не раньше, чем через неделю. А, естественно, в такое время, как между этими волнами, конечно, у них единственный остается режим работы, это вот дронами-комикады. Хотя я так думаю, что как раз, если идет такая массированная атака дронами, скорее всего, именно так они готовили неделю назад, то есть когда расписывали волны атак, то есть вчерашняя атака основная ракетами, сегодняшняя атака, допустим, основная дронами. Это также ложится в парадигму авиационной подготовки. Скорее всего, что просто сегодняшняя атака будет в основном дронами. Ну, против дронов у нас есть также определенные виды средств поражения, то есть мы больше половины дронов также сбиваем. Опять же, сейчас подходят, я так понимаю, пробируются некоторые другие способы поражения, кроме прямого, то есть и системами радиоэлектронной борьбы нам передаются определенные антидроновые оружия, подбирается алгоритм уничтожения этих дронов другими способами. Поэтому в ближайшее время, я думаю, будем сбивать большее количество дронов. Скажите, повреждения от дронов, например, ТЭЦ Ладыжинская, насколько оно отличается от поражения ракетами? Ну, разница между боевой частью дрона и ракеты в 10 раз. То есть, если у дрона поражающая часть до 40-50 килограмм, то ракета и до полтонны, и до тонны, особенно Х-22, это вообще тонна поражающих элементов вместе с боевой частью. И также в 10 раз поражающая, так сказать, способность этих двух разных типов. Но все зависит от того, куда попасть. Можно попасть тонной бомбой, Х-22 может попасть просто на поле и сделать воронку, ничего не повредив. А дрон может попасть, допустим, в трансформатор, который сгорит, и тогда может лечь вся станция. То есть здесь именно важен источник поражения. На теплоэлектростанциях есть определенные узлы. Допустим, это самые основные, это трансформаторы. Их, во-первых, невозможно восстановить после удара. Они выгорают, там масло внутри. А их очень сложно изготавливать. Их иногда готовят гадать. То есть изготовление трансформаторов мощных, и происходит гадание. То есть вот здесь вот эта проблема. Это как раз дроны Камикадзе. У них галут на раннем участии полета. Они радиолокационные, идут на контрастную цель. И, в принципе, как раз именно это трансформатором утрам. Роман Григорьевич, последний вопрос, если позволите. Завтра состоится встреча в формате Рамштайн. Чего ожидать от нее? Как вы считаете? Ну, по логике развития событий, самое основное, это нам, конечно, дадут максимальное количество средств ПВО. Причем в первоочередном порядке. И, скорее всего, некоторые страны поделятся своими. Это вот самое основное. То, что мы видим. И второе, конечно, я думаю, все-таки нам начнут передавать уже, будет принято решение о передаче нам дальних средств поражения типа Атакамса и средства поражения, и средства наступательных средств, типа танков, обещали давно брони. Ну, может быть, не танки ПТВ, а танки тяжелые. То есть броня, колесная основная и арта. Это то, что мы вот сейчас необходимо на фронте. Роман Григорьевич, спасибо большое. Спасибо за участие в эфире. Роман Светан, войныэксперт, был с нами на прямой связи.